Так, это Даркан, но это игра DC легенды. Давно я не делал по игре видео, я в основном немножко делал видео по героям и злодеям DC, но, видимо, не очень зашло, ладно. Так, начнём, как в моей любимой теме, облики у персонажей, то есть скины. Облики, скины. Вот сегодня я купил за три штуки вот такой облик для Джокера. Джокер колёш шут преступников, точнее персонажей. Тут два Джокера. Нахренатики? Вопрос. А, точно, ищешь. Супер. Не помню, че показывал я вот цей облик. А ну-ка. Супергерл красный фонарь. Так. И сегодня же я улучшил до легендарки двулики. Где тут? Двулики, двулики. О, наконец-то. Из одного звёздочного в легендарного однозвёздочного парангу. Теперь он вот так выглядит, но наверняка многие знают, кто играет в игру, как он выглядит. Но не все его улучшили. Так, двулики. Окей, и кто ещё там? Бетовы нажимают. Беты напишут. Так, ось, Мэтт Бет. Доктор Кинг. Ленинг Стром. Так. Вот тут легендарный облик. А, точно, персонажи. Появился синий жук, но синего жука можно получить завтра теке, пятого часа. Пока у меня натика пять фрагментов. Ну и забыл показать доктора судьбу. Почти легендарный. Почти его улучшил до легендарного. Если бы не лень, может быть, улучшил бы и до легендарного. Вот это именно обычные вот так выглядят. Похожа немножко на скелетора из Хитмена. Так, а ну-ка. Так, принадлежность. Короче, не до кого она принадлежит. Джон Ди использовал символ власти над сынами под названием Материоптикон, чтобы свести весь мир с ума, примерив на себя роль доктора судьбы. Так. Когда-то Джон Ди был ученым и мелким преступником, владеющим могущественным рубином под названием Материоптикон. Рубин, который является символ власти над сынами, в конечном счете привел Ди к тюрьме и абсолютному безумию. Он намерился использовать этот камень, чтобы стать повелительным сном, но был повержен сном. Позже обычный офисный работник использовал рубин за создание множества вселенных и достижения мирового господства. С целью наказания этого преступника Лига справедливости Америки восстановила рубин, наделив Ди невероятными способностями, несмотря на непростые прошлые, так, сейчас еще раз, несмотря на непростые прошлые научные и магические способности, Ди превратил его в грозного противника. А, Ди превратили его в грозного противника. Блин. Не люблю читать голос. Никогда не получалось. Так. Ну, по сути, тут упоминается сон. Один из бесконечных. Кто там еще из бесконечных есть? Смерть. Правильно, даже есть мультиметражка. Смерть DC. Ветрина DC Смерть там точно появляется. В одном из обликов. Так, что еще? Смерть еще появляется точно в сериале Песочный человек вместе со сном. Желанием. Цель бесконечный. И раздор. Или... А, не, страдание. Страдание. И еще есть... Судьба. Но судьбы в сериале не было. Но упоминался. И еще двое кто-то. Не помню, кто-то. Их, короче, семь было. Но в новой земле один из них ушел нафиг. А сон умер. И вместо него став другий. Песочный человек. Сном, короче, став. Не помню тоже имя. Ну, в сериале тоже. В сериале тоже он... Той, кто заметил, должен заменить сна. И еще не радился. Но он уже за час. Призраком в мире сынов. Так, кто дивился сериал Песочный человек, тот заметит, что вместо Джона Константина там сделали женскую версию. А вместо мужской версии, Люцифера, женская версия. Ну, это же, во-первых, Нетфликс. Там уже удивляться нечему. Радует еще Песочный человек не стал афро-песочным человеком. Так. А, точно, Арена. Так. А, только завтра. Так, 48 часов, чтобы выиграть до 20 тысячка вне сущности и ценности фрагмента героев. Или будет случайный герой попадать в итоге? Я так понимаю. Или несколько? Ладно. Так, награда Ли. Посмотрим, что тут за награда Ли. Так, 90 фрагментов синего жука. А мне они по-любому надо. Поэтому я использую метод крысы. Просто победил парочка врагов. И все. А, ну я его улучшить только до 5-звездочного. Так, Джимми Рейс. Так, Синий Жук. Тед Корт. Я в биографии прочитаю, коли его получу полностью. Ну, по сути, его добавил из-за того, что в этом месяце должен выйти фильм Синий Жук. Синий Жук с Джимми Рейс. Так. Я расстроился, что вместо Крипера добавили Супермена. Ну, короче, я сейчас пью. Вот всю версию обреченного Супермена. Конечно, это, как бы, ну, альтернативная версия Супермена. Ну, типа, как и заразился космическим вирусом. Ну, вместо него можно было добавить реально другого персонажа. Так. Ладно, из питаний героев начнем... А, тут нихуя. Задание Альянса. Ага. Не буду использовать тихих Элла Джортона. Пойдем на Бэтмена. Вот так и состав буду использовать, потому что именно так и состав даю максимум 10 очков в этот день. Так. Чтобы улучшить героя до 5 звезд, и дальше собирайтесь в гидарную сущность. Или если вы не сукар. Если вы лобу так и за... Так. Надо и лобу колосить улучшить. И надеюсь, фрагменты его будут попадаться. Атака у Лекс Лютером, номер 2. Так. Уничтожитель уничтожает робота. Это что? Самосуд роботов или геноцид? Ну, блин, даже не знаю, что я хотел всем сказать. Просто шутку до конца не придумав. Так. Если это вообще была шутка. Единственное, тут герои без способностей, это охотница. Остальные либо роботы, либо в костюмах кибернетических. Так. Именно в этом составе. Блин, точно. Бэтмен, я же его... Я вроде героя нажимал, ладно. Теперь Бэтмен, первый персонаж, которого я его высыпал за 5 лет игры. Или за 7 лет. Я играю или 7 лет в игру. Ну, это уже самая другая, первая команда я просрал. Потому что в первом телефоне остався. Так. Так, а ну-ка. Ну, по сути, он стал немножко сильнее, но... Плюс, я не знаю, чи это добилось плюс 40... Фу, блин, сейчас. Плюс 40% к индикатору хода, если Бэтмен не видим. Не знаю, чи это после возвышения. А, нет, не после возвышения. Короче, по сути, он стал сильнее, но... Что-то не особо повлияло на суперспособности, либо на пояс. Не особо повлияло. Тупо персонаж становится сильнее. И все. Это, конечно, хорошо, но... От этого возвышения не очень такие... Прямо... Прямо... Фантастическое улучшение, не. Блин, надеюсь, я все-таки могу улучшить так же Пейнет, да. Хотя бы до легендарки пятой. Немножко фрагментов я его получил, и теперь это будет ускоренный процесс. Хотя я возвышал Бэтмену, например, всего 5 лет. Охренительно. И это... Ну, я не особо. Я же так и не особо играю. Прямо активно каждый день. Бувало, что я чуть-чуть поиграв, и все. Або активно играю, играю, играю. Смотря, какой персонаж в игре попадает. До какого персонажа добавить. Если персонаж мне... Любимчик мне. Ну, там, по костюму. Или по характеру. Ну, по костюму, короче. То я буду активно играть. Если персонаж, ну, добавлю, ну, добавлю. Ради коллекции, там, лунь. Его возьму и все. А потом через время... А, надо все-таки его улучшить. И улучшаю активно. Ну, по-другому, активно, как получается. Так. Это победа. О, в другой раз фрагменты. О, поповси. Это везуха. Бывало, даже, маешь, три раза подряд играешь. И... Хрен-то бьяный фрагмент. Так, сыграем еще раз. Никаких новых персонажей оставить пока не буду, потому что я должен... Альянсу помочь... С... Своего собрата убиваешь. Ну, ну, ну. Хотя уничтожителя я ки там... Андроиды или киборги, я не помню. Интересно, уничтожитель появится в кино... Новый кино вселенной DC. Не попался в грамент. Так. Так, а ну-ка. Интересно, еще кого-то из семьи Шазама добавлять. Что-то фонарей не стали добавлять. В игру. Уже давно не добавляють. Хотя там зеленых фонарей до хрена, и красных еще одного можно там добавить. Например, Декстара. Я думаю, что добавлять в игру Декстара. Это космический... Точнее, земной кот, я кистав красным фонарем. При нами в земле Прайм. Так. Герои, герои. Так, я все-таки улучшил... Убийца Мороз до 76 уровня. Но все-таки я решил также улучшать... Пауэр Герл. Тем более, я ее немножко улучшал, улучшал. Но все-таки я передумал, и теперь буду улучшать Теру. Более, что... Кира Фрос вроде не до конца улучшена, но она сильная. Ну, по сравнению с другими яких персонажами, яких я не улучшил. Так, новости. А, ну, это, короче, за донат, я понял. Даже если я не перевел, не перевел это англитский текст, я и так понимаю, что это... Спецопредложение заходите. Не, что-то не то. Что-то не то. Вот тут мне осталось... Блин, если бы она была немножко больше... Кристаллы, я бы еще два раза нажал, и, может, я бы улучшил либо до конца Б, либо женщину-кошку. Может, попались фрагменты. А так, пока попадались фрагменты МН-Бета... Дев-стровка немножко улучшилась. Двуликий пол до легендарки улучшил. И Бейна. А женщину-кошку надо, как минимум, два раза, чтобы попалась. Ну, даже хотя бы один раз по 70 фрагментам попалась. Это лучше, чем ничего. Так. Так, завтра за три штуки не будет персонажа. Облик для персонажа. Я надеюсь, что будет облик, который у меня есть, чтобы я собрал три тысячи кристаллов. Так. Блин. Ладно, так. О, точно, забрать мои призы. А, я забрал. Так. Так, ну, Livewire я улучшил. Ладно, попытаюсь получить шесть фрагментов для Яры. Блин, Яры-Флоры или как оно там. Так, ладно. Компания. А ну-ка. Блин, наскільки я подписан, ладно. Так. В бой. Так. Так, когда у героя накапливается пять звезд, он может стать легендарным. Надеюсь, добавлю я какую-то новую картинку. Это Харель Квинн немного Марго Рубина отдаленно напоминает. Так, а ну. Чаины, а так фамилия, ладно. Так, а ну-ка. И это победа. Ладно, на этом пока что всё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok